Всем привет! Я сделал для вас интересное видео, а озвучить его попросил молодого техноблогера Германа с канала TLGerman. Если вам понравится видео в его озвучке, мне-то оно понравилось, то я постараюсь привлекать его почаще. Желаю приятного просмотра! Всем привет! Меня уже очень давно просили сделать тестирование термопаст, так как знают, что у меня это тестирование будет честным и адекватным. Количество просьбы резко возросло после моих видео про скальпирование процессоров 8700K и 7820X, так как многие спрашивали, а что если нанести под крышку не жидкий металл, а хорошую пасту? Сегодня я отвечу на этот вопрос, а также на некоторые другие. В этом тесте, конечно же, будет топовая термопаста Creonote от Thermal Grizzly, а противостоять ей в этом челлендже будет небезызвестная Arctic MX-4 и многим знакомая Noctua NT-H1. Также специально для людей, которые будут в комментариях писать, я всю жизнь мажу КПТ-8 и все хорошо, добавил и ее в тестирование. Помимо этого, я добавил две китайские дешевые термопасты, которые продаются на Алиэкспресс или Эбэй, так как некоторые думают, что особой разницы между термопастами нет, и переплачивать нет смысла. И все это я приправляю и тестами с жидким металлом. Начну я свое повествование с того, что поясню, чем мое тестирование будет отличаться от множества других, и почему именно моему тестированию следует доверять. Это помимо того, что у этого выпуска нет спонсора видеопроизводителя одного из тестируемых термопаст, в отличие от тестирований других блогеров, так как все термопасты и жидкие металлы были куплены за мои кровные. Начну с того, что 90% блогеров не делают правильно тестирование или тестирование с серьезными ошибками, которые вносят серьезный дисбаланс в конечный результат. Первая ошибка таких горя блогеров заключается в том, что тестирование нужно проводить не в играх, где процессор мало того, что задействован зачастую только на 40-50%, но и нагрузка на сам процессор постоянно меняется и каждый раз ведет себя по-разному. Поэтому термопасты нужно тестировать под высокой и постоянной нагрузкой. Здесь даже не все стресс-тесты подходят по этому параметру. Лично я использую стресс-тест утилиты AIDA64. Да, это далеко не лучший стресс-тест, но он намного стабильнее выдает постоянную нагрузку, чем многие другие. Вторая ошибка – это автонастройки питания процессора во время теста. Дело в том, что для одних и тех же частот, но с разными по эффективности системами охлаждения, нужны разные напряжения для стабильной работы. Если какая-то из термопаст эффективнее проводит тепло, то и процессор будет охлаждаться эффективнее. А значит и напряжение питания процессора материнской платы в авторежиме будет меняться. Хоть сама величина изменения напряжения может быть небольшой и составлять пару милливольт, но и этого достаточно, чтобы разница в температуре процессора составляла несколько градусов, а то и больше. У меня в тесте я зафиксировал напряжение на отметке 1,24 вольта. Третья ошибка заключается в том, что тестирование производится не на процессорах с припоем или GM под крышкой, а на процессорах с интеловской термопастой. Да, я знаю, что 80% а то и большего количества людей именно термопаста под процессорной крышкой, но дело в том, что эта паста, если ее можно так назвать, в разных процессорах может давать погрешность в 2, в 3, в 4 градуса. Это не все замечания, которые у меня есть к тестированиям других блогеров, но о них я расскажу во время описания моего, как я считаю, правильного тестирования. Для начала я выставил настройку электропитания процессора в режим «высокая производительность». Это нужно делать обязательно, для исключения каких-либо случайностей или глюков программного обеспечения. А такие бывают, поверьте, просто немногие действительно во всем этом разбираются. Следующее. Я не замерял общие температуры, как это делают другие, смешивая температуры простоя и нагрузки. Я прогревал процессор стресс-тестом 5 минут, а только потом запускал программу мониторинга температур. В моем случае это HW-Info, так как на температуры в AIDA64 я не смотрел, ввиду того, что ее среднее значение температур частенько отличается в меньшую сторону от реальных. Также все тесты я проводил при постоянной комнатной температуре, которая контролировалась термостатом кондиционера. А также я мониторил воздух около радиатора жидкостной системы охлаждения своим тестером, который показывал на старте каждого теста температуру в 23 градуса. И примерно через минут 18-20, до конца каждого теста, которые длились по 30 минут, температура приближалась к 24 градусам. И последний нюанс. Это нанесение термопасты. Бытует много разных мнений, но истина одна. И заключается она в том, что не важно, как и сколько наносить термопасту. Если она достаточно жидкая, если есть излишки, то они просто выдавливаются за рамки самой крышки. Но если термопаста по консистенции плотная, такая как и ПТ-8, и вы нанесете ее много, то она не выдавится за края крышки, а ляжет плотным слоем между процессором и кулером, вместо того, чтобы заполнять неровности. Тем самым она ухудшает теплопередачу. И немного расскажу поподробнее про каждую термопасту. Китайский ноунейм серого цвета является закосом по топовые современные пасты. Но при этом ее состав очень стрёмный. Эту, как и многие другие пасты, я наносил и мало, и много, и по несколько раз. Результат был всегда один и тот же. Китайский ноунейм белого цвета по консистенции напоминает чем-то зубную пасту. Да-да, здесь можно вспомнить теорию больных людей, или просто интернет-пранкеров, про эффективную теплопередачу зубными пастами. Но это бред, не более того. КПТ-8. Как я уже сказал, ее нужно наносить очень мало, так как при обильном нанесении разница в температурах может достигать 18 градусов. Все остальные пасты, это Крианоут МХ4 и НТ-Х1, очень похожи по консистенции и цвету. С жидким металлом были определенные сложности. Подробно про то, как его наносить, на какие поверхности, что с ним происходит со временем и прочее, я расскажу вам в одном из следующих видео. Так что дождитесь его, а потом уже решайте, стоит ли его наносить на крышку процессора, или на чип видеокарты, или нет. Ну а теперь перейдем к тестам. Как я уже сказал ранее, сами тесты делались по 30 минут. Сами температуры снимались с уже прогретого процессора, и это были последние 25 минут теста. Самих тестов я делал по 5-6 для каждой термопасты. Из этих 5-6 тестов для расчетов я брал только 3. Хоть между собой они практически не отличались, но я все равно пытался для каждой пасты взять один тест с самыми низкими температурами, другой с самыми высокими, и третий что-то среднее. Из полученных результатов я брал средние и максимальные температуры ядер. Расчеты я проводил следующим образом. Суммировал для каждого из трех тестов температуры для всех ядер и делил на их количество. Затем я эти значения суммировал для каждого из тестов, делил на 3, и таким образом я получал усредненные данные по средней и максимальной температуре ядер процессора для каждого вида теплоинтерфейса. По итогу вы видите, что жидкий металл законно занял свое первое место, но с достаточно небольшим отрывом от второго и третьего места. Вторую строчку рейтинга, к моему большому удивлению, заняла термопаста от Noctua, уступая только 3 градуса жидкому металлу, затем с разницей в 1,5 градуса Arctic Cooling MX4. Разрекламированная многими паста Crea Note занимает только четвертую позицию, причем с заметным отрывом от лидеров в 3 градуса. Те, кто ждал чуда от КПТ-8 или от китайских паст, сами все видят. Причем серый NoName просто с треском провалили тестирование. Вторая часть тестирования заключается в нанесении пасты вместо жидкого металла под теплораспределительную крышку процессора, чтобы выяснить, а стоит ли париться по поводу жидкого металла или с минимальной разницей ограничиться хорошей термопастой. И как вы видите, париться с жидким металлом придется, так как разница составляет 14 градусов. Это, конечно, лучше, чем разница в 24-25 градусов на родном интеловском термоинтерфейсе, но все равно много. Думаете, на этом у меня все? Нет, в следующем видео я расскажу вам про установку охлаждения процессора прямо на кристалл при помощи специальных приблуд и продолжу выяснять, чья же паста лучше и сможет ли она конкурировать с жидким металлом в таком случае. А напоследок признать в том, что у моего тестирования есть один недостаток. Оно не отвечает на вопрос, на каком именно этапе времени эти термопасты эффективно справляются со своей задачей и какая из них быстрее других теряет свои свойства. Но по опыту скажу, что желательно менять пасту раз в год, полтора, максимум два. Ну а на этом у меня все. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!